В 1964 году недавний выпускник грузинского государственного политехнического института молодой инженер Нурбей Гулиа подал заявку на свое изобретение конструкцию супермаховика инерционного аккумулятора, способного накапливать для последующего использования сверхбольшие объемы кинетической энергии. Этот супермаховик инженера Гулиа аккумулировал энергию движения, торможения, инерции, а далее способен был возвращать накопленную энергию обратно с нереально высоким КПД до 98%, почти как вечный двигатель. Официальная наука настороженно восприняла изобретение Нурбея Гулиа, но все испытания прототипов показали простоту и безусловную эффективность инерционного супермаховика. Опытные образцы проверяли в городе Курске на подвижном составе городского пассажирского транспорта, а также для пробы изготовили и установили мотор с супермаховиком на грузовую технику. Прототипы были еще не совершены, но уже превосходили по своим техническим возможностям лучшее аккумуляторное устройство того времени. Фактически изобретение молодого инженера давало Советскому Союзу возможность освоить дешевую экологически чистую энергию, которую можно было бы универсально использовать в народном хозяйстве. И для изобретателя стало неожиданностью принятое в правительстве решение о прекращении господдержки экспериментов с супермаховиками и сворачивании всего проекта в целом. Оказывается, что на правительственном уровне изобретение Нурбея Гулиа оценили как потенциально вредное. Наиболее сильное сопротивление оказало тогда Министерство промышленности СССР, не заинтересованное в развитии технологий, которые могли бы угрожать существующие вокруг традиционных энергетических ресурсов экономики. Также против развития проекта супермаховика выступил и КГБ СССР. Его специалисты высоко оценили эффективность вечного двигателя Гулиа, но дали рекомендацию, что целесообразнее тему законсервировать, чем рисковать утечкой такой прорывной технологии на Запад. Позиция КГБ СССР и определила решение о прекращении проекта.